Сегодня мы с вами разговариваем о созревании вина. Что это такое, какие факторы влияют и вообще для чего нам это нужно. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Завод меня Светлана, я полк по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Что же такое созревание вина? Это ряд процессов, в результате которых вкус этого самого вина улучшается. И важно понимать, что созревание и вообще формирование такого напитка, как вино, не ограничивается только брожением. Происходит еще огромное количество различных процессов, различных превращений, в результате которых вино становится вином. И смотрите, почему вино вообще делают из винограда, почему именно вино из винограда так ценится. Я много раз говорила, что это уникальный продукт. Во-первых, там очень много процессов, которые, скажем так, сами себя настраивают. Это регулирование уровня кислотности, смягчение вкусов. Но еще и потому, что именно виноград дает вине огромнейшую палитру вкусов. Буквально недавно был комментарий, у меня вино не пахнет виноградом. В большинстве своем вино им не должно пахнуть виноградом. Там как раз-таки появляются абсолютно новые вкусы. Яблок, груш, персик, слив различных фруктов, различных ягод, различных трав, землистых вкусов. Огромная-огромная палитра ароматов. Вот те вино из винограда уникальны. Это не просто спиртосодержащий напиток, где есть определенный уровень спирта, кислоты и сахара. Нет, это огромнейшая палитра вкусов и ароматов. Но для того, чтобы их почувствовать, прочувствовать и ими насладиться, нам, как виноделм, надо проявить выдержку и дать нашему вину созреть. И вот наиболее частый комментарий. Да, у меня вино отбродило. Вот оно кислое, вот оно какое-то не такое. Процесс брожения – это всего лишь вот такой маленький начальный этап формирования напитка. Еще раз повторяю, что ему надо время. И это там ни 30 дней, ни 40, ни 60, как можно встретить в интернет-рецептах, нет. Но о сроках мы с вами поговорим чуть позже. И опять же, возвращаясь к вашим комментариям, бывает, что вот у меня вино отбродило, оно кислое, я там 2 недели подождал. У меня яблочное молочное брожение не началось, мне уже выносит на холод. Поймите, что 2 недели – это вообще ни о чем. И забудьте про привязку к этим срокам. Я уже говорила, да, что сроки мы разберем чуть позже. Но не привязывайтесь к ним. Нам надо смотреть на состояние самого вина и только на него. Итак, возвращаемся к процессу созревания. А когда оно начинается? Вообще, в научной литературе как бы принято считать, что созревание вина начинается с яблочного молочного брожения. Для тех, кто не знает, это такой тип брожения, которые вызываются бактериями, и в результате которого грубая яблочная кислота превращается в более мягкую молочную, и ощущение кислотности вина снижается. Но яблочно-молочное брожение, оно приме того, как обязательный процесс для красных вин, для белых вин оно спорно. Кто-то из виноделов считает, что оно новое, кто-то считает, что оно не нужно. Соответственно, для красных вин за начало мы можем брать вот это самое яблочно-молочное брожение, а для белых вин мы можем за точкой счета брать окончание спиртового брожения. Итак, с началом процесса мы более-менее разобрались, а как нам понять, что оно уже созрело, что процесс уже завершился, и что оно готово. Но вот на этот вопрос вам на самом деле никто никогда не ответит, потому что существует огромное количество факторов, которые на него влияют. И либо мы это понимаем, да, либо не понимаем, потому что часто меня упрекают, что вот у тебя никакой конкретики. Ребят, конкретика в учебниках, по три-по четыре тома, вот там есть конкретика. И то не всегда. То есть, либо мы это принимаем, либо нет. Перечислю основные факторы, которые будут влиять на процесс. Первое, это, конечно же, сорт винограда. Есть и сорта, которые довольно быстро готовы, но есть те, кому нужно время. Чуть позже я еще остановлюсь на этом моменте. Следующее, это зрелость винограда и химический состав ягоды. Дальше технология виноделия. И последний такой основной фактор, это температура. Среды, в которой происходит сам процесс. Вот это все, причем все вместе, влияет как на процесс, так и на результат. Но надо понимать, что если вы делали по рецептам с водой и сахаром, без какого-либо понимания, то особо зреть там нечем. Если, мои слова, вас расстроили, ну не расстраивайтесь, просто очистите на будущее, а такое вино долго не храните, выпейте на Новый год или на 8 марта. В этот момент еще оно должно быть более-менее, да, но на будущее просто, что если вы хотите идти именно по пути качественного виноделия, да, и делать вино не для того, чтобы его просто выпить как алкогольный напиток, а получить от него наслаждение, ну, значит, надо немножко изучить процессы. Теперь, как обещала, пройдемся конкретно по факторам. Итак, первый сорт винограда. Смотрите, сорта есть высокоароматные, да, есть низкоароматные. Чем ароматнее сорт, тем меньше времени на созревание ему нужно. И, ну, как бы, самая-самая ароматная сорта – это мускат. Так вот, муската вообще практически и не нужно зреть. И сама по себе технология мускатных вин часто подразумевает то, что они чуть-чуть даже побродят, даже этот процесс прерывается, их доспиртовывают, и все на этом. Потому что вот эти вот вещества, благодаря которым мускаты такие ароматные, вот эти вещества очень нестойкие. Ну, это теория. Значит, смотрите, что на практике. Опять же, считается, что синие мускаты на сухо вообще не нужно выпраживать, и они тогда портятся. Наша практика показала вот в смеси, как минимум год мускатный аромат держится именно в сухом вне. Буквально недавно я показывала дегустацию, там, правда, была смесь, один из сортов это был мускат Буал, и никакого там неприятного аромата не было, а такой легкий конфетный вкус, был, и вот через год он еще сохранялся. То есть синими мускатами ситуация обстоит так. На самом деле ароматика сохраняется, дольше не знаю, но как минимум год даже в сухом варианте она держится. Касательно белых мускатов, иногда их таки делают сухими, и вот я пробовала несколько вариантов. Очень интересно получается, но это были магазинные вина, мускатный аромат может превращаться в аромат трап. Очень таких душистых, ну, очень интересно. Вообще, кто в Беларуси, можете в магазине Белтомуж сервисов посмотреть, там есть вино муската тоннель. Сухой вариант, если не шпай в Сербии. Рекомендую попробовать, вот для общего развития, чтобы понимать вообще, что это такое и о чем я говорю. То есть у белых мускатов вот основной этот аромат может уходить, но может приобретаться новая ароматика, такая достаточно интересная. Также другие какие-то ароматичные сорта, ну, например, прибалтийская селекция, да, те же там, альфа, я забыла, это тоже сорта высокоароматные, и у них также вот эта ароматика, она не будет храниться слишком долго, и, ну, годами зреть, этому вину не нужно. Если мы говорим о какой-то сохранности, более-менее, то годик-два могут пожить, надо ли им жить дольше, ну, надо пробовать, надо смотреть. Вообще вот все такое вот ароматное, лучше выпивать довольно быстро. Когда? Тогда, когда вы будете понимать, что вам эта вина уже более-менее нормально по вкусу, еще тоже этого момента коснемся. Также к высокоароматным сортам относится и рислинг. Ну, рислинг, вместе с тем, что он ароматный, а он еще высококислотный. Все, что кислотно, оно требует времени для созревания. И есть другая группа сортов, низкоароматные. Вот они как раз-таки в процессе гладели будут созревать, да, и будут раскрываться. Ну, это тоже шардоне, считается одним из таких сортов, которые настолько податливы вы в руках и не делали, что, что винодел задумал, да, то из него, в общем-то, и получится. И поэтому шардоне может быть очень разным. Комический состав ягоды и зрелость винограда. Ну, здесь, наверное, самое понятное. Смотрите, если кислоты много, да, то ей надо больше времени, чтобы она там трансформировалась, да, и округлилась. Если кислоты мало, то, в общем-то, вот вино выбрать, вот, да, ну, кислота ушла, для нас уже более-менее пить приятно. Хотим, можем выпить. Хотим, можем подождать еще, пока разойдется ароматика. Но тут смотрите еще какой нюанс, что если, например, у нас ягода была недозревшая, да, такая полузеленая, то зреть там особо нечему. Там будут вот эти вот грубые ноты. Сейчас мы говорим больше о красных винах, да, потому что для них это важно. Если мы собрали там кислую ягоду, да, где незрелые танины, так они и будут незрелыми. Они будут там пахнуть овощами, да, какой-то травой такой. Непонятно, чем зреть. Там нечему. Когда такое вино выпить? Ну, тогда, когда вам захочется его выпить, тогда выпивайте. Сильного развития там не будет. И наоборот, если у нас был хороший, зрелый, качественный виноград, ну, да, тогда там есть чему развиваться. Качество самой ягоды, опять же, виноград сухой, виноград чистый, все там будет хорошо. Если мы что-то пытаемся сделать с полугнилого, процесс окисления разрушит абсолютно все. и, ну, грубо говоря, убьет ваше вино тоже. Недавно кто-то сбросил ролик. Вот смотри, вот как делают вино там-то, там-то. Может, не надо мешать быть вином. Я просто вижу, как грозди белого винограда, гнилые, вот забрасывают в дроби. Аккуратно, если вы хотите так делать, делайте. Ну, я не хочу. Я знаю, что такое окисленное вино. Я знаю, как это выглядит. И назад этого потом не вернешь. Я такое делать не хочу. Я повторю еще раз, да, что если вино окислилось, глубоко окислилось, если это там не специально мы делали, как, например, портвейн Мадеру или Марсалу, то все. Это вино убито, убито по ароматике, зрительно нечего. Следующий фактор – это винодел и технология виноделия. Ну, здесь, на самом деле, можно говорить часами, возможно, даже днями. Потому что очень много чего находится именно в наших руках. Начиная от того сырья, которое мы используем, и заканчивая технологиями и различными подходами. Если мы понимаем процессы, которые происходят, то мы можем хотя бы частично управлять там, где на это есть необходимость. И последний фактор – это температура. Но еще надо упомянуть, что доступ к кислороду. Я вот уже сказала, что из-за гнили может сильно окисляться наше сырье. Ну, и в принципе, кислород присоединяется к химическим веществам, которые находятся в сусле и в вине, и изменяют их. Некоторый доступ к кислороду – это хорошо. Это нужно. Даже, смотрите, созревание в бочках – это не только обогащение веществами, которые дает дуб. Это в том числе и медленное кисление, медленное поступление кислорода через поры, клепки. Но кислород может быть благом, да? И вот давать нам созревание вина может, наоборот, убить все напрочь. И вот здесь, для тех, кто бесконечно любит снимать вино с осадка, там, каждые две недели, вы делаете своему вину только хуже. Вы его излишне обогащаете кислородом. Конечно, часть процессов она обратима, да? И я уже говорила, что кислород влияет на созревание вина. Но часть процессов, она необратима. И слишком вот это частое снятие с осадка, слишком частое тревожное вина ни к чему хорошему на самом деле не приводит. А касаемо температуры. Температура является, скажем так, катализатором. Чем она выше, тем процессы происходят быстрее. И на самом деле, это такая довольно хорошая новость для тех, кто делает вина в квартирах. Потому что в наших квартирах, да, достаточно тепло. И процессы созревания вина, они будут происходить быстрее, чем, например, у тех, у кого вина стоят в погребах, в подвалах. И смотрите, здесь опять же, как виноделы, да, мы можем этим управлять. Если мы хотим, чтобы наше вино было быстрее, готово, нам не надо его спешить в подвал. вот в подвал на холод, да, такое, я не делал, все, только отбродила, мне его в подвал. Нет. Для чего? Если мы его хотим хранить годами, да, у нас там классные европейские сорта, они там супер вызрели, да, и мы хотим получить такое классное выдержанное вино, да, тогда, конечно. Но если мы вот просто делаем вино, которое мы в течение ближайшего года употребим, то спешить его выносить в подвал на холод, ну, совершенно нет нужды. Много раз, много-много-много же, простите, как дятел, повторяю, да, подождите, пока брожение закончилось, убедитесь, что оно закончилось, дайте возможности пройти яблочно-молочным воображению, потому что для него оптимум 20 градусов, да, вот все это повторяешь и все равно, вот я, наверное, хоть сто-пятьсот раз буду повторять, все равно сто-пятьсот раз сначала будут комментарии, что ты льешь слишком много воды, да, имеется в виду слишком много разговоров, а потом, наверное, эти же люди спрашивают, так, а мне уже на холод? Вот оно только отбродило, уже его на холод, не надо, не спешите. Спешка в нашем деле это враг. Также еще по температуре, смотрите, та же пастеризация, сильное нагревание, она тоже очень сильно ускоряет процесс созревания. Пастеризация с дубовой стружкой, ну или там дубовой щепой, да, только специально, не просто там, как кто-то спрашивал, а дубовую кору можно в отеке купить? Нет, не, не, ну, можно, только получите вы дубовую кору, немножко со спиртом. Так вот, сильным глубоким нагреванием, этим, кстати, в промышленности пользуются, можно сильно ускорить созревание вина, но я не сторонник грубых, таких тяжелых методов. В принципе, вот комнатной температуры для некоторого ускорения процесса более чем достаточно. Уриберогайон оптимум указывается для белых вин 25, для красных 20. Ну, в принципе, вот, наш комнатный температур вполне нормально для этого подходит. И еще один фактор, о котором я забыла помнить, это солнечный свет. Он тоже влияет на процессы и очень сильно влияет на процессы восстановления. Смотрите, пока у нас вино в больших ямкостях, где-то оно контактировало с кислородом, оно окисляется, да, а потом, когда мы его разливаем в бутрубки, там идут другие процессы, там идут процессы восстановления. И за счет процессов восстановления образуется букет вина. Не буду вдаваться в подробности, вот эта вот окислительная и восстановительная система вина, это очень сложная тема, да, просто знайте, что эти процессы есть. Так вот, свет может очень сильно ускорять созревание вина. И у Риберо Гайон, это один из авторов книжки «Теория и практика ненаделия», там вообще целый состав авторов книжка французская, четырехтомник, не помню точно в каком томе, на какой странице, но было указано, что перемещение белого вина на солнечный свет зимой очень сильно ускоряет процессы формирования букета и созревания вина. Буквально там за неделю-две можно получить результат, который достигается в течение нескольких лет. Лично я эту технологию опробовала пару лет назад на реформе. Это уже была ранняя весна, март, и на балкон я выставила бутылочку. аромат из фруктового, грушевого трансформировался в такой очень яркий цветочный, белые полевые цветы, ромашки, что-то еще. Но потом, например, я пробовала это с супагой и у меня не получилось. Супага сорт ароматный. И вот ей это не надо, ей это только повредило. Можете попробовать. но смотрите, не надо выставлять все бутылки. Возьмите, выставите одну, подержите ее или две. Да, вот смотрите, выставили две. Особенно хорошо, если небольшие. Мы понимаем, что стекло должно быть белое. Допустим, через 5 дней взяли, попробовали, сравнили с тем, что у вас дома стоит. Подождали еще пару дней, опять попробуй. Понимаете? И вот тогда вы сможете опять же четко представлять, сколько зреет ваше вино, как его аромат трансформируется. Опять же, надо ему что-то ускорять, либо не надо, потому что у вина еще есть процесс созревания, когда оно развивается, становится хорошим, а потом оно начинает умирать. И нам очень важно вот этот момент не пропустить. Опять же, как его не пропустить, только пробовать, никак иначе. и подводим итог нашего сегодняшнего разговора. Самое основное, что я хотела до вас донести очередной раз, это то, что вину нужно время, а нам, виноделам, нужна выдержка. Вместе с тем, на конкретный вопрос, сколько же ждать, вам никто не ответит, кроме вас самих. Пробуйте ваше вино вплоть до того, что делаете записи. Отбродила, попробовали, нравится, не нравится, пометили, записали. Попробовали, только не надо каждую неделю пробовать. Нет, конечно, очень увлекательный процесс, но результат он не даст того, которого мы хотим получить в плане понимания развития вина. Попробовали через месяц, попробовали еще через месяц. Если есть возможность, оставьте там какую-нибудь бутылочку попробовать через год, тогда вы будете более-менее понимать, сколько времени нужно вашему вину. Ну, как я говорила, что все ароматное можно смело пить рано и быстро. Все, что сильно тонинное, сильно кислотное, плотное, насыщенное, вот этому может понадобиться и пару лет. И когда вы пробуете, вот оно только отбродило, ой, мне не нравится, да, оно там какое-то неприятное, так, ну, щеночек, когда родился, он тоже такой страшненький, а потом вырастает в красивую собачку. Время только нужно. Еще такой важный момент, о котором я забыла упомянуть, опять же, многие знают, что созревание вина происходит в бутылках, и только оно отбродило, все, а когда можно разливать, а когда можно разливать, не спешите, вот разливать можно не раньше весны, вот тут четко можно определиться. Много раз объясняла, почему, потому что часто по осени, особенно в прохладных регионах, бывает незавершенное брожение, бывает в том числе и начавшееся, и очень медленно идущее яблочно-молочное брожение, и если вы закрываете бутылки раньше срока, то есть некоторый риск газации вашего вина, но дальше уже все зависит от того, насколько сильно оно загазируется, вплоть до того, что может рвать пробки, поэтому не спешите. Вот весной возвращается тепло, как ни парадоксально, но часто вино начинает бродить тогда, когда весной по виноградной лозе начинает активно передвигаться сок, вот дождались этого момента, убедились, что оно бродило, вот тогда можно уже разливать бутылки. Раньше в этом нет абсолютно никакого смысла, но если вы хотите его употребить раньше, ну пожалуйста, можете употреблять, опять же, если вам оно вкусно, приятно, тем не менее, рекомендую какую-нибудь бутылочку оставить и попробовать вино через некоторое время, через год, через два, тоже подчеркну, что это все касается вин, которые сделаны по технологии, если вы вина добавляете в воду, это не про них, сильно там созревать не очень. И смотрите, еще, если вы хотите развиваться в виноделе, если вы выращиваете сорта, которые, вина из которых продаются в магазинах, то что можно сделать? Идете в магазин, находите вина одного сорта, но разных годов урожая. В идеале, чтобы это был один производитель. Если такое невозможно, тогда вина из одного региона. Ну, плюс-минус. Вот мы недавно так пробовали Мерло из Нового света, это одно было ЮАР, 19-го года, второе было Чили 21-го. Конечно, да, немножко это разные страны, может быть, разная стилистика, но тем не менее, все равно очень сильно прослеживалось возрастное вино и более молодое. И вот у нас с мужем не разделились, мне больше понравилось более молодое, ему больше понравилось то, которое 19-го года. Но вот вы попробовали, да, что-то такое, и хотя бы понятно, что у вас оно получится все равно другое. Но какие-то опорные точки, они уже есть, и в дальнейшем вам будет проще ориентироваться. Ну, конечно, много чего нам приходится познавать на собственном опыте. Да, это занимает огромное количество времени, тем не менее, это процесс очень увлекательный, а выдержка всегда бывает вознаграждена. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!